Не так давно один из моих собеседников спросил меня, как определить, хорошая жизнь или плохая в той или иной стране, есть ли какие-то критерии. Я бы сказал, что если вы выбираете страну для иммиграции и, скажем так, определяетесь между несколькими странами или несколькими местами, я бы хотел, чтобы вы обратили внимание на такое понятие, как качество жизни. Дело в том, что качество жизни, как правило, со страной, с ее уровнем развития не всегда совместимы. Итак, что входит в понятие качество жизни? Прежде всего, говоря о качестве, необходимо оттолкнуться от объективных критериев, таких, например, как климат. Ну вот, например, в стране России не может быть качества жизни, потому что там ужасный климат. Это территория, где по большей части, приблизительно 9 месяцев в году, либо холодно, либо это состояние перед зимой или после зимы. Если в течение 9 месяцев в году у вас плохая или не очень хорошая погода, то говорить о хорошем климате не приходится. Я как-то делал ролик о том, что китайцы рано или поздно заполнят эту территорию, охотно женятся на русских женщинах. Это действительно так. Но знали ли вы, что тем, кто готов жить в этой самой Сибири, китайское правительство даже доплачивает? То есть китайцы, несмотря на, казалось бы, такую перенаселенность и нехватку территорий, тоже неохотно-то переселяются в Сибирь. А вот в Африке они сейчас скупают огромные гектары и там создают свои небольшие китайские колонии, как и в Южной Америке, конечно же. То есть даже китайцы, извините, губа не дура и стремятся в русскую Сибирь, ну скажем, те, у кого по семейным обстоятельствам или еще по каким-то причинам. Если кто-то думает, что у всех буквально слюни текут на российскую территорию, ничего подобного, кроме как для выкачивания каких-то недр, эта территория для жизни не приспособлена или приспособлена плохо. Поэтому ничего удивительного, что основная жизнь, 80% населения сконцентрирована в центральной части России. Все остальное это безлюдная холодная пустошь. Итак, климат это очень важный критерий качества жизни. Второй критерий это качество воздуха, которым вы дышите. Без воздуха человек не может прожить несколько минут, то есть это необходимые условия для жизни. Если без воды можно прожить несколько дней, без еды достаточно долго, то без воздуха буквально несколько минут. И так это основное условие для жизни. Задумывались ли вы когда-нибудь, каким воздухом, какого качества вы дышите каждый день? Если вы живете в большом городе, перенасыщенным транспортом, если у вас вообще нет никакой зеленой зоны или она очень маленькая, то качество воздуха у вас так или иначе очень плохое. Чем отличается Европа и почему качество жизни в Европе гораздо выше? Потому что большая часть населения может позволить себе жить за пределами большого города. В большом городе находится бюро, различные учреждения, там люди работают, больницы, магазины и так далее. Но селиться, жить предпочитают за пределами города. И это во многих европейских странах так. Например, я еду до работы достаточно долго, но я еду через лес по хорошей качественной дороге. Я готов проезжать это расстояние, потому что после работы я хожу по своей зеленой лужайке и у меня свой собственный дом. Ну а те блага, которые дает собственный дом, их никогда не сравнить с небольшой квартирой, я не знаю, на каком-нибудь девятом этаже. В Европе инфраструктура устроена таким образом, и я много раз об этом говорил, что легко достичь любого пункта в короткое время. Во-первых, нормально организованная система общественного транспорта, плюс сами автомобили доступны для каждого. И в принципе, если вам хочется быть мобильным, вы можете легко им быть. В России этот вопрос решен очень плохо, да и сам этот разброс по территории создает очень трудные условия для хорошей и эффективной инфраструктуры. Ну к тому же разворовывается все, это мы уже все знаем, и поэтому строительство каждой дороги занимает колоссальное количество лет. Ну и даже строительство одной дороги все равно ничего не меняет. Многие поселки и деревни невозможно достичь на транспорте, а, как я недавно говорил, если жители сами строят дорогу, то ненормальные чиновники требуют эти дороги сломать. Плюс само желание создать в свое время хомо советикус, человека, оторванного от земли и работающего на производстве, например, на какое-нибудь военное производство, подразумевало, что людей согнали из деревень и поселков в города, забили их как кильку в консервную банку, и вот до сих пор люди в этих условиях живут. Итак, если вы живете в плохо организованном городе, где очень плохой воздух, то вы живете некачественно. Я уже не говорю о форме жизни, то есть о жилье, в какой квартире вы проживаете, на какой лестничной клетке, слово-то какое, лестничная клетка. На самом деле, квартиры в высотных домах лично для меня это такие своего рода клетки, где слышно соседей, где воняет мусоропровод и прочие прелести. Это дополнительные факторы стресса. Мало того, что человек живет в нечеловеческих условиях, он еще вынужден долго добираться до места работы, всегда общественным транспортом, сталкиваясь с большим количеством таких же агрессивных людей, находящихся в ход стресса. На работу долго добирается, с работы, и все это можно назвать нечеловеческими условиями существования. Следующий фактор – это, конечно же, вода и еда. Какого качества воду вы пьете и какие продукты вы потребляете. И если, так долго добираясь на работу, еще работая по 8-10 часов после, на заработанные деньги вы не в состоянии купить себе нормальной, разнообразной, качественной еды, то ваша жизнь очень низкого качества. Если вы едите сегодня макароны, а завтра жареную картошку, послезавтра опять макароны или пельмешки, точно такое же тесто с небольшим количеством мяса, то, господа, качество жизни у вас не важно. Хорошее питание – это когда человек может позволить себе разнообразное питание. Творог, сыр, морепродукты, достаточное количество рыбы, разные сорта мяса в комбинации с овощами, соусами, хорошим вином, хорошего качества хлебом и так далее. Вот это называется хорошее питание. И во многих европейских странах, естественно, этот вопрос решен. Другое дело, что попытка в вечном желании заработать привело к тому, что в европейских странах очень много овощей и фруктов, которые не произрастают на территории Европы. И вот, глядя на это, говорится, что, допустим, в Германии не очень вкусные помидоры или не такие сладкие арбузы, что дыни не так вкусно пахнут и так далее. Естественно, потому что все эти продукты привозные, ничего этого здесь в Европе не растет, а, соответственно, доставляется в полузеленом состоянии. Если же вы оцениваете то, что прорастает здесь, то есть немецкий картофель, морковь, огурцы или по сезону клубника, это на самом деле вкусно. То есть покупать, если вы хотите качественные продукты, нужно местного производства. И поэтому, если речь идет о России, то, конечно же, закупаться, если есть такая возможность, нужно на рынках, там, где крестьяне продают свою продукцию. Это касается и творога, и масла, и молока, и всего остального. Если такая возможность есть, то качество вашего питания более-менее нормальное. По крайней мере, лучшее, что можно позволить в этом месте. Итак, я еще не говорил о социальных связях, я не говорил о социальных гарантиях, например, таких, как медицинская страховка и хорошее медицинское обслуживание, хорошего качества образования, например, пособия в случае потери работы и прочее. Все это в целом улучшает качество нашей жизни. Но если даже исходить из первых четырех критериев, я скажу вам сейчас вещь, которую многие люди, возможно, даже не смогут понять. Я проверял это на пару человек, когда в частной переписке предлагал им подобный вариант и услышал либо крайне негативную реакцию, либо вообще нуле реакции. То есть люди не понимают, совершенно не могут понять, что я хочу им сказать. Так вот, господа, если отталкиваться от понятия качества жизни и, например, цивилизованная, развитая страна, то еще раз. Есть очень много так называемых малоразвитых, недостаточно цивилизованных стран, где качество жизни при этом очень высокое. Я сейчас просто навскидку назову, может быть, 10 или около того относятся, например, страны Южной Америки. То, о чем я часто пытаюсь говорить людям, кто изо всех сил ищет пути к эмиграции, но не видит никаких других стран перед собой, как кроме США, Германия, Канада или, на крайний случай, Израиль. Есть много мест на этой планете, где качество жизни очень высокое. Итак, это страны Уругвай, Парагвай, Чили, Перу, Эквадор, Аргентина, Бразилия, Испания, Португалия, Коста-Рика, Панама, Филиппины, Таиланд и прочие страны. Это страны, где помимо очень хорошего, оптимального климата существуют еще дополнительные бонусы в виде хорошего теплого моря, океана и то, что мы называем экзотической природой. Кроме прочего, в этих странах, как правило, не такое большое производство, либо вообще никакого производства нет, а значит, очень хороший качественный воздух. Там хорошая экологическая обстановка, хорошее качество воды и природные натуральные продукты. Круглый год соки, самые настоящие, свежевыжатые или изобилие всего того, что мы называем фруктами и овощами, плюс морепродукты. Итак, есть страны, где люди живут бедно именно потому, что это были далекие страны, до них просто раньше было очень трудно добраться. Ну, например, страны, великолепные страны Латинской Америки труднодоступны были всегда, и поэтому заселение этих территорий было медленным. Но сейчас, в наше время, можно долететь до любой точки, и очень многие умные люди понимают, что в следующие десятилетия многие из так называемых цивилизованных стран будут перемещаться именно в эту сторону, оценивая качество жизни. Поэтому обратите внимание на свою собственную жизнь, посмотрите на нее внимательно, правильно ли вы живете, сколько вы работаете, как вы добираетесь до работы, что вы можете позволить себе на эти заработанные деньги. И если в вашей жизни присутствует ли там хоть какое-то качество, если вы беспрерывно боретесь, если вы большую часть в году должны одевать на себя кучу теплых вещей, если вы не можете позволить себе овощи, фрукты в достаточном количестве, если вы дышите плохим воздухом, сопротивляетесь беспрерывно агрессивной среде, господа, вы не живете, вы выживаете. Есть очень много стран, где на весь год вам достаточно будет пары шорт, сланцев и несколько футболок на смену. Это все, что вам необходимо иметь в гардеробе. Есть страны, где закупиться полный багажник машины разнообразными полезными продуктами вам будет стоить 20-30 долларов. Есть страны, где месячное проживание вам обойдется в 300-400 долларов совсем вместе с интернетом, с бензином и прочее. Страны, где небольшое население, доброжелательная атмосфера и все то, что мы называем цивилизацией, уже есть. Да, наверное, менее развитая инфраструктура, хотя где и как посмотреть. Самое главное, что останавливает людей, это страх того, что где-то хуже, чем там, где они живут. Но если думать о качестве жизни и немного ломать шаблоны своего восприятия, то вы поймете, что гораздо проще внимательнее посмотреть на карту мира, выбрать себе правильное место отпуска на следующий раз, поехать не просто в отпуск, а на разведку и в течение нескольких месяцев решить свою проблему раз и навсегда. Во многие южноамериканские страны переместиться легче простого. Для этого вообще ничего оформлять не нужно. Есть страны, где даже не нужна никакая въездная виза. Вы просто приезжаете и оформляете на месте свое ПМЖ. Итак, начиная думать об эмиграции, начните думать о качестве жизни. Помните при этом, что качество жизни и цивилизация не всегда одно и то же. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!